Не забудьте, первый круг остается нейтральный. С шестью промежуточными финишами. На ваших экранах участники этой гонки это Губерер, Носаль, Малинин. Каждый пятый круг финиш. Приготовили к старту. Внимание, марш! Гонка стартовала и сразу ее возглавил Олег Березовский, который является в настоящий момент основным претендентом на завоевание Кубка Одессы. И сейчас вы видите четвертый круг проходят гонщики. И на следующий пятый круг это был финиш. Его выиграл Алексей Федоров. Вторым на финише был Малинин и третьим Губерер. Очки начислялись за каждый промежуточный финиш. Первые четыре гонщика получали очки. Четыре очка получал, пять очков получал победитель. Три очка второе место, два очка третье. И одно очко получало четвертое место. Рыбок предпринимает сейчас Николаев из представляющей Колос. Гонщик, представляющий Колос. Он попытался выиграть, уйти в отрыв перед десятом кругом. Но ему это унилось. И на первом на этом финише, на втором промежуточном финише был Олег Березовский. Вторым Шафигулин и третьим Малинин. После второго промежуточного финиша лидером этой гонки стал Олег Березовский. Очередной промежуточный финиш. Пятнадцатый круг. Первое место Олег Березовский. Второе Шафигулин. Третье Петр Николаев. Это гонщик, представляющий наш одесский Колос. После третьего промежуточного финиша в отрыв попытался уйти Сергей Зинков. Он также представитель Колоса. Сейчас на ваших экранах Иван Губерер. Он не выдержал. Темпа этой гонки сошел. Следующий промежуточный финиш выиграл опять Олег Березовский. Вторым был Малинин, третьим Шафигулин. Малинин представляет также общество Колос. И наконец перед последним промежуточным финишем вперед попытался уйти опять Петр Николаев. Но ему не удалось это сделать. Так как усилиями гонщиков Малинина, Березовского и Шафигулина его достали. Его группа достала, накатила. И на последнем, вот сейчас как раз вы видите как гонщики группируются. Его уже догнали. И перед последним финишем, последний финиш, его выигрывает Шафигулин. Третьим, вторым приходит Березовский и третьим Малинин. Таким образом, победу в этой гонке в первом этапе гонки Омниума одержал Олег Березовский. И после этой гонки были проведены, сейчас на ваших экранах как раз победители гонки с промежуточными финишами. Это Олег Березовский. Он, забегая вперед, можно сказать, что он стал и победителем всей гонки Омниума. Так как после этой гонки с промежуточными финишами состоялись спринтерские заезды, в которых накал борьбы достиг своего апогея в финальном заезде между Федоровым и Иваном Губерером. Сейчас они были на ваших экранах. Это вы сейчас видите момент предварительного заезда, где победил Алексей Федоров. А в финальном заезде драматическая развязка была. Алексей Федоров упал, но это было чистотехническое падение, и победу одержал в спринте Иван Губерер. Ну, а победителем всей гонки Омниума стал Олег Березовский, представитель одесской велосипедной команды «Аста-Тойота». Ему и достался этот главный приз – «Радиоглаз». Бричак тросинка на...